В Нижнем Тагиле в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» прошла торжественная передача ключей от новых квартир на Черноисточинском шоссе. Поздравляю с переездом. Я думаю, что долго вы в этот момент ждали. Долго. Но на самом деле не верили, когда я приехал так смутно. Представляли, что мы до срочно сможем эту программу реализовать, хотя мы должны были в 2020 году, и часть дома будет переезжать в 2020 году. Но тем не менее, вам повезло, поэтому от всех нас... Давайте. Удачи. Семьи, получившие ключи от новых квартир, с удовольствием проводили экскурсии. Жилье на Черноисточинском шоссе стало для них настоящим подарком к Новому году. И когда я зашла сюда первый раз, просто я испытала шок. Я вам честно скажу. Я не могу ни хвалить, ничего. У меня просто был шок. Дождь от увиденного. Просто я... Ну, как вам сказать? Хорошо, что вот на закате как бы жизни своей мы с мужем, мы будем жить в нормальных условиях. Ведь не помыться, ни горячей воды, ничего. На будущий год у нас 50 лет супружеской жизни. Представляете? И мы к Новому году, и вообще к этому юбилею, на будущий год мне 70 лет, и мы получили такой подарок. И очень благодарна всем. На начало этого года в Нижнем Тагиле аварийными были признаны 114 многоквартирных домов. На сегодняшний день ключи от новостроек получили жители 22. Наш город, город Нижний Тагил, опережает выполнение программы по переселению из ветхоаварийного жилья. Вот данная семья и еще ряд семей, которые получили сегодня квартиры, которые получат буквально в начале следующего года, они с 2020 года, то есть учитывая опережающие темпы, которые мы сегодня идем, получили жилье уже в этом году. Сегодняшние условия федеральной областной программы позволяют нам, действительно, позволяют привлекать действительно достойных нормальных застройщиков, которые сдают хорошее качественное жилье, в которое переезжают люди из ветхого района. В планах у муниципалитета расселить еще 320 семей. Общий объем финансирования мероприятий и программы составляет порядка 594 миллионов рублей. Денис Лавров, Игорь Харьков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ.